Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Андреев Александрович. Я из города Волгограда. Компания называется Матердевелопмент Групп. Многоотраслевая компания. Мы занимаемся девелопментом и производством модульных зданий. У меня вопрос-предложение по мотивам вашего выступления на Валдайском форуме в 2013 году, когда вы говорили о... Я уж сам забыл, что я там говорил. Это большая речь. Вы говорили о ценности. Об идеологии, о ценности. Ну, основной вопрос, который звучит, и мне кажется, что он лежит в основе всего, что происходит у нас в стране, в бизнесе, это отсутствие идеологии, которая... Ну, с 90-х годов у нас... Вы ее обозначили. Очень обозначили все правильные... Все вопросы, которые я хотел вам задать, я прочитав еще раз ваше выступление, вы там нам все ответили. Это как раз на Валдае было, по-моему. Да, на Валдае вы это как раз и озвучили. Вы сказали, там все. Единственного чего не было, так и не была названа национальная идея. Так и не было сказано, что же должно того важного идеологического вектора, того главного императива, которым должны быть главным в общении, межличностным общением, а я сейчас хочу сказать, в общении между бизнесом и чиновниками. У нас получилось расслоение некое. Чиновники живут сами по себе, бизнес живет и общество живет само по себе. И вот найти этот общий язык, на котором можно было бы говорить, ну, как бы я как раз во время этой речи ждал, что вы скажете. Ну, что-то не сложилось. Несколько лет я думаю о том, как бы должно быть. Не хотел бы называть это национальной идеей, но есть какой-то императив, который должен нас объединять и двигать, мотивировать на что-то. Происходят вещи, когда, ну, модное слово толерантность, даже не только между бизнесом и чиновниками, внутри самого межличностного общения она отсутствует, да. И об этом, ну, в обществе говорят, но на уровне правительства и власти об этом практически не говорят. Если бы не было вашей речи, то мы бы тоже ничего не слышали. Мое предложение следующее. Есть такой посыл, часто, ну, было, на дорогах висит, чужих детей не бывает. Вот, исходя из этого посыла, еще один посыл, я немножко так заинтригую вас. Есть в правилах дорожного движения, есть такой посыл, что водитель должен предпринять все меры, чтобы избежать столкновений. Должен быть посыл от власти такой, в России чужих нет. Мы все, и бизнес, и власть, мы делаем одно дело. Вы делаете, чиновники делают на своем месте, бизнес делает на своем месте. Мы делаем сильную Россию. И вот если этот посыл прозвучит, и он будет понятен всем, он должен прозвучать от вас. Больше тут в этой стране некому. Я думаю, что вы сейчас сказали, так что кроме меня уже есть. Как минимум, вы сейчас это сделали. А что касается основной идеи, что ли, в том выступлении, которое вы вспомнили на Валдае, я исходил из того, что по смыслу, по содержанию понятно, о чем идет речь. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. И вы сейчас именно это и сказали. Вы сказали, и чиновники, и бизнес, да и вообще все граждане работают для того, чтобы страна была сильнее. Потому что, если так будет, каждому из нас и каждому гражданину будет жить лучше. И достаток будет больше, и комфортнее будет, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это и есть национальная идея. Она не идеологизированная. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной. И чиновничество, и госаппарат, и бизнес все должны быть более эффективными. И, как вы сказали, мы работаем на страну. Но понимая под этим, нечто аморфное, как ещё в советское время было, что вот эта давлёнка такая со стороны государства. Сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна – это люди. Вот в этом смысле на страну. И другой идеи мы не придумываем. И придумывать не надо. Она есть. А предложение правильное? Надо только понять, как его оформить и запустить. Да, пожалуйста. Ну, дело в том, что на самом деле это очень важный вопрос, который на меня задаёт вопрос, почему ты собираешься решать этот вопрос, не я. У нас есть, хотел бы сказать вам ещё спасибо про агентство «Стратегический инициатив», есть клуб лидеров. Мы готовы адаптировать вот этот девиз. Этот адаптировать, он должен быть в умах всех. Мне кажется, он достаточно всеобъемлющий. И мы готовы, если вы дадите поручение, мы готовы его адаптировать. То есть у нас есть механизмы, это непросто. Я согласен. Вот вы сейчас очень важную вещь сказали. Это должно быть в умах всех. Но для этого недостаточно, чтобы вы или я сто раз об этом сказали. Этого недостаточно. Нет, нет, одного раза недостаточно. Нужно, чтобы это вошло в сознание, понимаете, в сознание. И постоянно об этом надо говорить везде, на всех уровнях. Постоянно. Дайте нам поручение. Я вас прошу об этом. Я вас прошу об этом. Мне, к сожалению, заканчивать надо постепенно. Да, вот даме дадим, девушке.